на матрасике на красном покрывальчике и опять что-то со связи интернет говнючий видимо давайте подключайтесь поболтаем чуть-чуть или на рахимова тут распирожилась у нас а у рахимова здесь завертелась закрутилась в общем смотреть каждый день 2200 на канала что серьезно говорил что он хорош но я же сказал то что сереженька у нас отличился умом и сообразительностью как всегда у меня да только фамилия хороших ну чё х х х могу сказать я человек который ему ровным счетом ничего плохого не сделал как бы я всегда отстаивала их отношения с катей я наоборот забыла чтобы они с катюшка были вместе а он просто решил сорваться на мне покатки не может потому что как бы если чё вдруг она ему скажет слышь давай до свидания и больше не будет у него катюши гориной а я решил видимо вот так вот как бы по-мужски в кавычках матюками обложить меня наорать угрожать говорить то что он скинет на меня то ли матрас то ли диван блин со второго этажа ну короче вообще не в меняшка ладно чего господи мне то чё не мне с ней и с ним детей крестить так что пускай живет как живет прыгай бегает веселится голосовал против меня вчера такой дела вы ли бишь типа посмотрите на меня это же могу что-то в этом мире я могу проголосовать против ли бишь показать ей свою фида пошел ты со своим фильмом он мне ничего не ага еще бы он мне что-то сделал что он тебе сделал ничего он мне не сделал серёжа мало ага да 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 барзика вступился бы помог бы серёжа приветик красотка привет тебе наверное смешно да нет ребят если честно не смешно потому что ну вот момент голосования очень часто ребята как-то опускают на уровень типа ничего страшного нихрена подобного это отношение в первую очередь к человеку а вторую очередь значит ты можешь совершенно спокойно с ним расстаться в третье личная неприязнь и вот такими вот как сказать выпадами до человек четко расставляет приоритеты и некие вот свои вот такие вот пожелания на показ окей серёжа проголосовал против меня я поняла да и барву помирились они быстро мириться видно любят друг друга уже сколько лет вместе я если честно думал что ебарах не остепенится в плане не подуспокоиться вчера орал как как я не знаю то когда произошел тот момент когда я стал каблуком там стоит главный лук режет плачет сам заставила это было очень смешно она говорит на у меня косметика у меня тушь давай встал начал резать этот лук потом начал возмущаться то что он каблук ё-моё я горит там мужик в конце концов она говорит да 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 ты мужик только помельче горит лук режь мы а просто все такие они позитивненькие ну настика во всяком случае мне нравится прям очень и баров конечно со сварить со своей дурью в голове настюшка нравится привет из кыргызстана привет вам и баров каблук ему идет да вообще любому мужчине как мне кажется идет ты можешь быть на работе львом понимаете да и должен быть на работе там я не знаю там в бизнесе в общении с другими людьми ты должен быть на высоте не спорю да в плане на высоте как бы ну силен в общем в общем как бы в общем и целом а домом можешь расслабиться чувак зачем тебе напрягаться зачем тебе соперничать там со своей любименькой расслабься и получай удовольствие как говорится любишь срочно косметологу обязательно прислушаюсь к вам побегу косметологу делать себе вот такие губы вот такие скулы обязательно ботоксов колю себе в лоб а сделаю ну чистку кстати лица мне надо сделать убрать прыщики вот это вот все но я вам могу сказать то что сейчас лето начинается мне видите у меня очень тяжелый период это зима потому что мне не хватает солнышка и поэтому у меня очень сильно иногда бывает высыпания особенно зимой летом еще вообще более-менее сейчас я солнышком напитаюсь у меня личка станет прям вообще нормульненькая межбровную хочет я ничего не хочу себе делать честно у тебя губы рабочие конечно и быть как все да девчонок уже называют клоны дома 2 но это жестко просто вообще сейчас еще девчата как бы на проекте такие ну с со своими личиками а вот был период я говорю же я прям подохренела и года три наверное назад на проекте три ну три наверное да вот я пришла там на очередную съемку просто как гость я рассказывал вам эту историю ко мне подходит девочка которая ну была участницей телепроекта и говорит ой альберс привет можно с тобой сфоткаться как бы ягода не проблема давай сфоткаемся мы с ней фотографируемся получается я эту девочку не знаю и причем я и говорю слушай это я должна подходить по идее к тебе фотографироваться просить потому что ты сейчас телевизоре ну как бы а ты ко мне подбегаешь ну короче сфоткались дальше нам все говорят выходить на съемочную площадку мы выходим на съемочную площадку и опять она подходит эта девочка и говорит липко блин можно с тобой сфоткаться я говорю ты чё не в себе что ли я говорю мы только что с тобой в гримёрке сфотографировались она гритнет ягу как нет когда ты только что ко мне подходила она крыть я не подходила к тебе а потом я смотрю на зрительный зал на трибуну вообще где сидят участники и я понимаю что они все одинаковые я просто тупо перепутала ее ну чтобы вы понимали одна девочка ко мне подошла в начале потом начались начался съемочный процесс вот нас вызвали и подходит абсолютно другая как оказалось и я поворачиваюсь на и я в шоке я понимаю то что цвет волос только меняется а визуально девчата практически одинаковы я не знаю как им так удается видимо одинаковые процедуры делают может быть при ну у одних там пластических там косметологов хирургов но это это страшно и я потом уже зашла в этот ну в аппаратную где непосредственно следят за съемочным процессом я спрашиваю у сотрудников я говорю ребята как вы их различаете можно вопрос потому что камеры наведены да вот по телевизору смотришь их там несколько штук прям да вот только цвет вот волосы реально только по цвету волос ай было время когда и цвет волос даже один был все темненькие потом там пару блондин чек out губы скулы разрез глаз ботекс лоб этот господин ну короче короче вот но вы меня поняли и я аж офигел действительно как клоун так чего антики крис в телеге да нет если честно я вам могу сказать то что достаточно адекватные у меня и подписчики и в телеграм-канале у меня ссылка на телеграм-канал в шапке instagram первая ссылка это на тик ток вторая на телеграм-канал так что подписывайтесь мы там болтаем нас не так много поэтому общение проходит достаточно такое милое приятное усамоненный новый парень до кости но сейчас вот мы приглядываемся присматриваемся всем коллективом к нему но в принципе парень не конфликтный либо как бы он сам тоже такой знаете достаточно уравновешенный не знаю посмотрим посмотрим а между между чего химии нет вот это печально потому что мальчишка вроде неплохой как бы но химии видите пока что-то нет во всяком случае ну не знаю ну анки нужен какой-то вот такой вот сказать не хочу говорить таблетка потому что не все таблетки помогают но во всяком случае какой-то а успокоительная да она с ним себя достаточно спокойно чувствует так что пускай аккуратненько помаленечку пытается с ней может быть наладить общение может быть даже если не получится каких-то серьезных отношений но может быть хотя бы она переключит свое внимание вот алексей этот костя похож на одного из саблистов саблистов или солистов саблисты саблисты тоже есть да как бы родина что как бы родина как бы родина беж почему пара Салибекова и Викки тухнет с каждым днём в чем причина в смысле или почему пара Салибекова и Вики тухнет с каждым днем в чем причина ответь на вопрос а может быть они как дорогой сыр камамбер чем больше плесень и тем тем дороже тем дороже а до машину продали вот и грустят но ничего сейчас купит тигран точилку себе нормально стране поднимется когда к тебе будет приход ребят я на приходы не рассчитываю честно могу сказать именно к себе потому что повторюсь очень редко когда бывает следующее то что например сидит девочка ждет приход мужской приход приходит и к ней приходит и она прям такая да вау это моё зачастую бывает по-другому обычно приходит к кому-то а потом остаются абсолютно с другими вот честно 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 могу сказать так что вот такие пироги я именно к себе прихода не жду зачем тебе загорать потому что солнышко любит всех я витаминками напитываюсь солнечными лучами и бишь ты красотка фигура огонь да еще животик убрать вообще замечательно у меня такой знаете как он женский мамончик я просто когда знаете всю жизнь ходила с чуть ли не с кубиками ну почему чуть ли у меня и кубики были и все как бы прям ярко выражены но мне так тоже не нравится честно я не очень люблю вот такой вот знаете у меня и так широкие плечи узкие бедра если еще и кубики у меня и блин будет очень такая мужиковатая фигура это ни к чему вид а вот так вот у меня сейчас пару лишних килограммчиков появилась смотрю вроде жопка появилась тетюльки появились вот они вот и животик появился а у меня щеки щеки это мое все такое ощущение как будто блин у меня изначально вот все лишние килограммы идут именно в щеки это просто это это моя сказка и без ходишь спортзал уже неделю не ходил по моему неделю посмотрите когда я последний раз крайне выставляла пост со спортзала неделю больше даже не хожу но вот сегодня решила позагорать сегодня суббота завтра попробую попросить себе выходной мы с вами дома наконец-то распирожимся может быть с какими-нибудь вкусняшками поиграем может быть там в комп или что-нибудь придумаем вот выйду в прямой эфир уже со своей любимой кухоньки сделаем кофеечек но если сегодня конечно меня отпустят добрый вот и константин пришел спрашивают как у кости с они подписчики пошел спортзал и бишь как лиза себя чувствует нормально нормально честно мы всем коллективом думать что будет гораздо хуже но она приняла это и не отчаивается она понимает что она будет идти дальше она хочет детей она как бы умница песню записала самое главное да я же вообще выходила в прямой эфир похвастаться тоже похвасталась под конец вспомнила пока не напомнили я записал тихо тихо нужно же это торжественно это я записала песню так что ждите следующий этап конкурс человек года песенный этап будем петь с нашими российскими исполнителями вот кого то знаете кого то не знаете я уж не знаю как бы как ваши музыкальные предпочтения но во всяком случае могу сказать так что в большей степени в большей степени конечно же я буду не так даже с участниками соперничать не то что даже соперничать пытаться перепеть как мне интересно было бы именно с профессиональными вокалистами немножечко по соперничать наверное там плане исполнения голос и тембра голоса тоже вот мне интересно как вы оцените песенку что вот круто с кем будешь петь с певицей увидите так не интересно будет если я вам сейчас скажу и вы такие а ну понятно сейчас послушайте все ее песни а или наоборот кто это вообще послушайте все ее песни блин и потом уже как бы только меня услышите нет должны сначала услышать меня вместе с ней а потом уже можете слушать ее песню вот не бывает страшных людей душой страшные бывают люди ужасные просто я даже могу сказать а визуально кто мы такие простите вон американская этот как его господи как этот называется консилиум собрался из 500 стрёмных можно так сказать баб которые решили по каким-то там своим непонятным удивительным американским критериям что оказывается самые страшные женщины на планете земля это считается россиянки просто вообще я была в шоке просто вообще так в штатах решили что оказалось в таком случае и белорусский белорусский правильно же да да белорусский и украинки и россиянки все страшко потому что все и генофонд один будем откровенны так что вот так вот поздравляю девочки как бы вы для американских женщин являетесь страшненькими вот так вот жаль не спрашивали мужчин сделай ботокс вам что ли по бартеру но идите узнаете может быть я сделаю отметочку вам stories как бы а вы сходите сделать себе ботокс я не против можем так договориться внешность религию нацию цвет кожи и все остальное обсуждает деграданты вот честно могу сказать только только недалекого ума люди могут вот на этой почве создавать конфликт или оскорбления но для меня как бы все становится ясно с человеком который может вот как-то оскорбительно вот в эту сторону выражаться все это это провал это дно а привет любишь пензы здравствуйте ребятки спасибо что подписываетесь вижу ваши подписки это круто вот и правильно а у тебя просто водичка или сладкая водичка сладкая холодненькая ну такая ладно да ладно сейчас уж стану сейчас закончу прямой эфир и попью о спасительная живительная влага так привет привет всем всем привет да это 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 русский спрайт а ладно еще знаете по-бабски там как-то может быть зависть какая-то или как бы неадекватность некая идет да там то что девки там между собой фу там не знаю жирная кривая косая ну знаете вот такие вот тупые бабские разборки меня поражают когда мужики опускаются вот до такого когда начинают переходить именно на какие-то внешние данные характеристику вернее внешние данные не характеристику но это же вообще просто фу понимаете чем ты отличаешься от обычной рыночной базарной бабы вот вопрос дядь ты чё блин прикалывайся что ли когда мужик начинает девушки говорить оскорбление по поводу внешности или еще чего-то но это что вообще такое ну вот ну как рот то открывается какой еще зависть сама фу элен тоже говорит выходив в эфир в прямую не обращая внимание да я не обращаю внимание я же только что сказала кто кто те люди которые проезжаются по внешности вот им с этим жить понимаете как так ну что что-то я уже на загоралась мне кажется мне уже ой я действительно загорела что там у элины с димой но так словами ты не рассказать даже не пером описать честно я бы с я бы я бы я бы я бы прям держал бы кулачки за эту будущую пару элинка берет у меня водичку я тебя значит здесь подпаиваю водитель ужас а он элинки тут недавно на лобном месте зарядил ты горит короче чуть ли не алкашка и все остальное или на тебе надо было сказать то что это а с тобой по-другому и нельзя как бы находить удивительно какой еще не спилась с тобой да нет шутка конечно безус не придет на проект не знаю придет не придет но дианка вчера к сожалению ушла я сама против дианки голосовала уже крайним кругом до как бы ведущие иммунитет не дали потому что честно безус сказал что он будет может быть только через недели три чтобы вы понимали три недели понимаете это три голосования как минимум получится у них не получится неизвестно дианка здесь сколько было больше 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 ну около двух месяцев я здесь уже месяц где-то два месяца она здесь была ну да 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 в принципе у нее здесь достаточно много было шансов допустим но не то что много я не не хочу браться например не знаю короче ну как то вот так вот ей уже здесь мальчики естественно не интересны стали потому что она зажгла с тем что безус придет на безус придет не придет неизвестно как бы а сидеть нам всем тут тупо ждать безуса но это тоже не прикольно чтобы понимать да как бы здесь у ребят есть тоже голосовать против кости новенького который только пришел и у них что-то сани происходит но это как-то странно начинать заниматься сливом голосов друг на друга я могла против барзикову проголосовать там против адеева бахнуть да как бы не проблема но просто это слив голос а вот так вот часто бывает когда люди не хотят против кого-нибудь голосовать начинают оценивать достаточно не неадекватно обстановку на лобном месте вот так сливают голоса на стареньких участников на тех у кого в принципе может быть да действительно есть шанс или даже нету шанса но во всяком случае как бы сливают голос на сильного участника и потом сильный участник уходит потому что ну блин да сливались называется диана ушла мужики приходят и уходят а старики сидят как всегда ну смотрите я не спорю а девка мне кажется засиделся ну честно ну он сколько уже а толком ничего и никак вот вот ровным счетом ничего и никак сейчас опять вот начал кричал о любви к ане а сейчас опять начал там лезть к юле к этой новенькой не знаю он короче какая-то керня если честно когда они с самониной встречались там хотя бы было понятно что вроде да ну как бы как сказать не в неприятные конечно отношения причем я насколько я понимаю вот лёша все кичится тем что вот он девять лет душа в душу прожил там в браке я не видела того как он прожил в этом браке и как он безумно любил свою жену и как он ее уважал и что ни разу жизни у них не было какого-то серьезного конфликта и поднятия руки на нее я видела только то что происходило здесь на проекте что с брянской что с они сама не на этом-то за волосы топнет то там писюнами обложит со всех сторон да как бы ну никакого вот этого вот высокого красивого ухаживания любви и больших чувств я чуть не увидела вы меня конечно простите может быть я как-то скептически отношусь к нему ну как бы когда тебе 40 плюс но ты уже должен как-то нести какую-то ответственность за отношения тем более у тебя девочка который 21 год всего ей вообще простительно не то что многое практически все кроме измены ну вот ну вот мне кажется вот так а он на собственном примере показывает ей как 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 не надо строить отношения ну вот она от него отказалась надеюсь то что действительно отказалась что будет дальше хрен его знали потому что он опять вот но опять начинается вот это вот 3 то я на шевцова при его приедет то опять брянская придет то юля новенькая ему нравится то он любит они ну короче какая-то вообще хрень у него они на него в общем смысла нету новеньким равняться понимаете он как старичок должен быть примером для ребят построение отношений во всяком случае даже если у него что-то негативное в отношениях происходит он должен показать красивый выход из этих отношений ну хоть так понимаете достойны а он даже этого не может сделать ну короче пипец зайку переживаю потому что у нее сейчас ну нет нет да происходит конфликт с ее мамой я понимаю по какой причине потому что мама здесь отжигает как я не знаю что мама действительно она в открытую говорит ой а я вообще не чувствую разницы в возрасте между участниками и собой короче мама почувствовал себя 20-летним участником телепроекта дом 2 и наравне с нами как бы дуркует одно дело дурковать там я не знаю в 25 муки даже есть ну вот представьте меня совсем вот если я совсем дурковать начну ну тоже скажите я те 35 как бы ты чё творишь а здесь маме полтинничек так-то исполнился и мама как 20-летняя здесь ну немножечко странно ничего не могу сказать как бы вроде женщина то она не злая а не злая потому что не копит в себе злость потому что она сразу ее выплескивает вообще сразу вот мгновенно и и что-то не устраивает и она сразу живого и все до афериста ну да близнецы как дети нет не надо вот на это скидывать одно дело не терять с маленького ребенка внутри себя и уметь радоваться мелочам не знаю радоваться каким-то позитивным моментом и совсем другое это когда без царя в голове простите человек растет и говорит я эгоист мне вообще абсолютно параллельно на мнение других я живу так как я привык жить и считаться я ни с кем не собираюсь это не детство это самодурство называется вот как это называется года бегут это да согласно а когда у меня было другое мнение об алексея а 9 когда я с первого дня когда пришла и сказала то что да что ж ты будешь делать то летает тут всякое вот с первого дня пришла и сказала то что девушка женщина в возрасте 30 плюс и старше да там 30 плюс его ровесница с ним не будет но не будет потому что видит насквозь как бы это можно запудрить ему голову 20-летней девахи да типа то что там красивые слова там все остальное там вот я там когда-нибудь стану бизнесмен ну чувак блин давай не рассказываю серьезно может быть и станешь я не спорю но блин девушка которая уже и и в отношениях была достаточно серьезных там может даже брак прошла у которой дети может есть до которая абсолютно трезво смотрит на этот мир без розовых очков до которая чего-то достигла в этой жизни мужчину вот который бла 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 вот это вот но терпеть рядом с собой не будет это двадцатилетки можно на уши присесть и как бы это да он таких и выбирает чтобы ладно хватит алёша вы сами увидите видите и знаете так что смысл вообще мне что-то рассказывать ну вот здесь пока что здесь илинка ждет своего футболиста али хоккеиста не знаю кого-нибудь дождет но пока я вижу только один вариант это диму научить это диму научить играть футбол пока только так классный купальник тебе идет благодарю вообще а ты представляешь вот дом да например ты себе приобретаешь коттедж хочу бассейн во первых чтобы окей дом с бассейном даже если ты приобретаешь да это офигеть не ну вот в том-то и дело то что как бы ну это невозможно это очень жестко ну да чистенький а мы реально как эти хомяки блин вышли ой еда в холодильнике вышли ой бассейн чистенький ой как будто так и надо да потом за периметр выходишь туалетную бумагу покупать надо а я думала она сама по мановению волшебной палочки просто оказывается в туалете да как шить то потом как шить то потом как шить то потом как шить то потом ну да адаптация потом такая жестенькая надолго направится не знаю не знаю а может быть я встречу мужчину за периметром мне кажется это твоя а да ну тут да раз два три четыре штучки но они уже все по ним походили ох вонь вонючая какие-то они странненькие вот может я встречу мужчин за периметром и уйду вообще туда может быть придут сюда я не знал жизнь такая непредсказуемая штука что как бы как говорится расскажи богу о своих планах и да рассмеши его поэтому лучше молчать и просто радоваться тому что есть краситься будете да но наверное уже не в прямом эфире потому что я сейчас душ сгоняю потом то все позавтракаю потом уже ну или накрашивать потом позавтракаю ну короче что нибудь 11.30 время понятно а я вам сегодня кстати часа в два в три наверное да выставлю stories ссылкой на анастасию вот я вам рассказывала да она одаренная получается у нее 200 с чем-то тысяч подписчиков я даже знать не знал то что у нее такое большое количество подписчиков знакомы были но я не ожидал что ее так сильно ценят любят ну ценят потому что есть за что вот ссылку кину потому что я уже один раз на нее кидала вы ее знаете анастасия панченко да панченко да вот а потом начали писать в директ потому что через 24 часа у меня ссылка на нее естественно ушла и вы начали писать мне в директ кинь ссылку кинь ссылку кинь ссылку кинь ссылку и было такое большое количество запросов что наверное мне придется выставить ее еще разочек сегодня часа в три наверное да выставлю так что имейте ввиду еще и капсулы да для похудения да 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 и их тоже выставлю эта девочка у меня занимается Хадижи ее зовут она из Дагестана она мне и чай на травах присылает ну прям такой ну он не для похудения ничего он просто просто они вот собирают прям горные травы очень круто очень круто вот у нее и парфюмом она занимается вот кстати у кого и парфюм хотела заказывать девочка у меня есть так что я наверное ей напишу сегодня тоже нужно пополнить свою коллекцию она постоянно пополняет у нее очень большое количество арабских ароматов это очень круто это просто бомба ну и конечно стандартники там томпорт потом императрица всякие шанельки лакосты и все остальное ну как бы весь набор Каролина Эреро все речки короче все есть вот где Элина вон там вот лежит балдеет какой эффект капсул смотрите эти капсулы они на натуральных травах идут и они просто обивают желание пожрать поэтому их желательно утром вечером принимать ну утром и в обед принимать но я ближе к вечеру принимаю чтобы не хотелось после шести там после семи вот обжираться и все на сладкое не тянет что очень хорошо на хлебобулочные не тянет и таким образом вы теряете вес это просто отбивает желание кушать это самое оптимальное понимаете потому что у нас обычно девчата все мы знаем да то что идет жор это ближе к солнышко садится жор появляется вот так вот вот такие пироги ладно всех люблю целую что-то уже совсем жарко мне стало пошла я в душик я уже достаточно належала здесь вот всех люблю целую у меня самые самые замечательные будут какие-нибудь суперинтересные новости обязательно буду сообщать у себя в телеграм-канале телеграм-канал у меня в шапке инстаграм вторая ссылка первая на тикток вторая на телеграм-канал так что давайте welcome туда я там обычно выставляю все такие интересненькие новости по телепроекту всем любви и здоровья и счастья и хороших выходных пока пока и и и